Добрый вечер, в эфире новости на Саха 24 в студии Павел Танин. В отношении врача Золотинской участковой больницы возбудили уголовное дело. Напомним, 1 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в этнокультурном центре Ян, села Янгрень Рюгринского района, нанес удар кулаком в лицо 22-летней девушке. После этого помещение участковой больницы, после ссоры, нанес девушке несколько ударов кулаками руками, после чего начал душить. А уже ночью 2 января 2018 года, желая выяснить отношения с пострадавшей, разбил окно и повредил входную дверь и незаконно проник в квартиру, где проживала девушка со своей матерью. А ранее, 29 ноября, мужчину привлекали к административной ответственности за нанесение побоев своей супруге. Напомним, что на днях в сети появилось видео, на котором врач участковой больницы применяет физическую силу в отношении пациентки. Расследование продолжается. Булунский район в этом сезоне должны доставить больше 250 тонн дизельного топлива. В перевозке задействуют три бензовоза. Кроме того, запчастями, маслом и оборудованием необходимо обеспечить все дизельные станции. Основным препятствием на пути водителя являются погодные условия и отсутствие дорог. Однако это не должно помешать доставить все в срок. К другим темам. Создание комфортной среды для жизни людей является самым главным направлением в работе властей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на форуме малых городов и исторических поселений в подмосковной Коломне. Глава государства напомнил, что проект по созданию комфортной среды стартовал в прошлом году. Он рассчитан до 2020 года. И на его реализацию из федерального бюджета будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей. Соответствующая пропорция, одно из важнейших направлений, это создание комфортной среды для жизни людей. Собственно, не одно из важнейших, это самое главное. И вы знаете, что у нас стартовал в прошлом году проект по развитию территории. Как мы договаривались, его реализация продолжится и в течение 2018-2020 годов из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей. Всегда очень важно вовлекать людей в этот процесс так, чтобы человек чувствовал себя соучастником, с работником. И когда вот эта химия возникает между властью и непосредственно гражданами, ради которых мы с вами работаем, тогда получается наибольший эффект. Потому что люди чувствуют, что они тоже участники этого процесса. И конечный результат воспринимают как свой собственный результат. Цели, поставленные в прошлом году перед главами поселений Якутии, в основном выполнены. Об этом сказал руководитель региона на встрече с главами муниципалитетов. Традиционный январский разговор Егор Борисов начал с подведения основных итогов работы, а также напомнил, какие проблемы пришлось отстоять в конце прошлого года на федеральном уровне по бюджету республики. Во втором блоке Борисов одной из основных задач назвал информирование населения об изменении федеральной программы переселения с 2019 года. Кроме того, руководитель региона подчеркнул важность года содействия занятости населения в республике. Мы сегодня уже понимаем, куда мы должны идти, по каким направлениям работать, создание новых рабочих мест. Экономика нам определяет благо. То есть, когда идет... Мы же понимаем, что у нас развитие, в первую очередь, это угледобыча будет идти по району, да? Это создание новых производств угледобывающих. Почти неделю в Верхоянске температура воздуха не поднимается выше отметки в минус 56 градусов. Синоптики прогнозируют, что эти показатели непредельны, а значит, на улице может стать еще холоднее. Самую низкую температуру в Верхоянске регистрировали больше века назад. Тогда она составляла почти минус 68 градусов. Чего ждать жителям от погоды сегодня, расскажут наши корреспонденты. Минус 57, минус 58 – это даже для жителей полиса холода, за последние несколько лет успевшим привыкнуть к ставшему более мягкому климату очень холодно. Для предотвращения опасных ситуаций в настоящее время все чрезвычайные службы работают в режиме повышенной готовности. Держится похолодание где-то уже 4-5 дней. Как слышали, 53 не поднималось еще, но еще понижается потихоньку. Вот сегодня, допустим, 56-57 по поселку Батагай. Официально учебные занятия после новогодних праздников возобновились с 11 января. Но из-за сильного холода, отучившись всего один день, школьники вновь ушли на незапланированные каникулы. Наши учащиеся получают ежедневно задания, которые, выполнив потом, покажут учителям, и мы проверим, положительные оценки будут выставлены. Основной заботой местных властей в настоящее время является вовсе не осуществление образовательной деятельности в районе, а обеспечение домов теплом. Нештатной ситуации у нас в новогодних праздниках не было, и на данный момент отсутствует. Перерасхода на котельных сейчас нету, погода безветренная, жалоб поступает мало, поэтому особого у нас перетопа нету, придерживаемся в рамках лимита. С тем, что в этот период года на коммунальщиках лежит двойная, а то и тройная ответственность, не поспоришь. Если не в их силах изменить погоду на улице, то тепло в квартирах – это уже их первостепенная задача, с которой верхоянские коммунальщики пока вполне справляются. Мария Макарова, Анна Рожина, Верхоянск. Бороться с холодами приходится и ученикам средней школы в селе Кюбце Усть-Майского района. Температурный режим не соответствует никаким санитарным нормам. Дети вынуждены учиться в верхней одежде, шапках и рукавицах. Подробности далее. Температура в классах опускается до 8 градусов тепла. Конечно, такое положение вещей вызывает тревогу у жителей села и руководства района. Хотя в Кюбской школе за последние 4 года два раза проводился ремонт отопительной системы, но должного эффекта это не принесло. Было проведено обследование школы и экстренное оперативное совещание с участием главы района, депутата Филтумен, руководитель АО «Теплоэнергосервис» и «Актива села». Глава района Юрий Боярский дал задание. Летом провести должную работу по ремонту отопительной системы и зданий, чтобы такая ситуация больше не повторялась. Также в село вошло инвестпрограмму АО «Теплоэнергосервис», которая проведет большую работу по улучшению теплооснабжения села. Наболевший, насыщенный такой наш ежегодный вопрос строительства новой школы. В 2018 году мы примерно знаем, что Акционерное общество «Якутэнергосервис» предусмотрел в инвестпрограмме средства для увеличения мощности нашей котельной реконструкции тепловых сетей. И надеемся на благотворную работу с «Теплоэнергосервисом». «Было посещено здание новой участковой больницы, где также наблюдается низкий температурный режим». В Якутске родители готовятся записывать своих детей в городские школы. 20 января стартует прием заявок на прием в первые классы. Ребенка можно записать, не выходя из дома, через портал управления образования. Запись пройдет в два этапа. 20 января откроется первый. Судьба места в 11 столичных школах будет решаться в считанные минуты. О том, как оказаться в первых рядах, электронная очередь расскажет Саргалана Федорова. Из-за нехватки мест в школах еще пару лет назад родители будущих первоклашек сутками стояли в осаде школы. Сегодня у родителей есть возможность записать ребенка в школу через портал образовательных услуг «ЕДУ» и «Якутия.ру». Прием заявлений начнется ровно в 9 утра. В прошлом году за первые 15 минут на портале подали порядка 350 заявлений. При выстраивании очереди учитывается секунда. Также решающим будет и наличие льгот. То есть тут, как бы так сказать, кто первее нажмет, тот и запишется. Ну, очередь будет устраиваться. Касательно того, что если человек с льготами, может он там позже подал, конечно, но так как он льготник, он все равно может уйти вперед немного. Родителям необходимо иметь учетную запись в единой системе идентификации ИСЯ. После подачи заявления в течение 14 рабочих дней заявителю в личный кабинет должно прийти уведомление о том, когда можно предоставить оригиналы документов в школу. Очень желательно, чтобы запись на портале госуслуги у вас была подтвержденная, потому что в этом случае у вас заполнение заявления будет происходить автоматически. То есть первая часть уже будет заполнена, и это позволит сэкономить время для подачи заявления в электронной форме. Одновременно подавать заявление смогут 900 человек. Попадание в одну из школ по прописке почти гарантировано. Но родителям не все школы кажутся подходящими. Подать заявление в желаемое учреждение можно только с 1 июля. В будущем году порог столичных школ переступят более 5000 детей. Динара Игнатьева, мама будущего первоклассника Андрея, старшего сына, отправляла в школу три года назад. Тогда пришлось отстоять огромную живую очередь. Старший, когда шел в первый класс, там было около 40 детей. Ну и сейчас также остается 38 детей. Когда очень много детей, невозможно для всех уделить внимание. Мне кажется, что родители уже заранее до школы должны были подготовить своего ребенка. И ходить на подготовительные, и морально тоже. 20 января заявления в школу будут принимать классическая гимназия АИ Кахатам, Саха Корейская школа, Саха Гимназия, Политехнический лицей, Средние школы номер 1, 5, 16, 17, 31 и 33. Остальные начнут прием с 27 января. Если у родителей нет возможности самостоятельно подать заявление, они могут подойти в офис МФЦ и воспользоваться помощью специалистов. Или же с 1 февраля лично обратиться в общепродавательное учреждение. Мы продолжаем. На базе ЕГСХ проводят занятия по верховой езде, конкуру, вольтежирование. А летом к перечню добавляется ипотерапия. С прошлого года работает единственный в республике ипотерапевт Яна Находкина. Это один из винов аниматтерапии, помогающий детям смягчить симптомы различных неврологических заболеваний. В том числе ДЦП, аутизма, задержки развития речи и не только. Для ипотерапии нужен конь уже более взрослый. Вот, например, он уже спокойный. Он мерен у нас, кастрированный. Он даже привыкший к тому, что ее трогают везде. Дети даже щипают некоторые и так далее. Он очень терпеливый у нас, привыкший ко всему этому. Некоторые дети занимаются у кого плохое зрение или слух. Это тоже помогает им. Вместо лимузина снегохода, вместо застолья посиделки у костра. Таким необычным образом нерюнгринская пара отметила день свадьбы. На необычном празднике побывали и наши корреспонденты. Они убедились, что атмосфера важнее масштабов. Вячеслав и Вера – люди весьма известные в кругу туристов и экстремалов. Поэтому и свадьбу решили сыграть необычную, а в старо-русском стиле. Да еще на природе. А туристическую тусовку города уговаривать не пришлось. Все дружно обустроились на льду реки Чульман. Поставили большую палатку, нарубили дров, зажгли огонь и принялись чествовать новобрачных. Игры, конкурсы, катание на снегоходе – в общем пир гремел на всю округу. А дресс-кодом для гостей было непременное присутствие в одежде элементов старо-русского стиля. Креативная задумка молодоженов была с радостью поддержана и воплощена при помощи друзей и единомышленников из группы «Туристы Неринги», которые, как и все, кто присутствовал на этом празднике любви, надолго запомнят такую позитивную и необычную свадьбу славы и веры. Сергей Козюра, НВК «Саха Неринги». К этому часу у нас все. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале.